Теплые, мягкие и мурчащие. В Уфе состоялась международная выставка кошек. Впрочем, для любителей пушистых четвероногих это больше, чем выставка. У нас проходит такое традиционное мероприятие, встреча друзей получается. Глобальная цель у нас, мы просто несем красоту в массы, несем просветительство в массы, то есть о том, что существует такая порода, существует такая порода. Веслоухие британцы, мощные мейнкуны, изящные абиссинские. В фестивале принимают участие более 20 пород кошек. Встречаются и вовсе экзотические разновидности. Например, Чаузи. Это гибрид домашней кошки и ее дикого сородича. У него предок камышовый кот. У нас кот поколения F4, то есть у него прапрадедушка был камышом котом диким из леса. Ну, естественно, не из леса его поймали, а он у кого-то дома живет там в вольере. А у нас в Уфе, насколько я знаю, это вот первый кот. Вообще, коты очень редко встречаются, они редко бывают плодными именно для разведения. Поэтому это породы и дорогостоящие, потому что разводить тяжело. Кошки находятся в специальных боксах, которые защищают их от инфекций. Хотя, конечно, хозяева позволяют посетителям погладить питомцев, но только обработав руки антисептиком. А чтобы погладить других участников фестиваля, нужно еще преодолеть собственный страх. Девушка, это кто у вас? Королевский питон. Это взрослая особь. Королевский питон – один из самых маленьких видов питона. Вообще, началось все с улиток. Наверное, лет пять назад я просто принесла маленькую улитку, где-то я уже не помню, в парке, в каком-то взяла. А потом как-то все закрутила, стала заказывать из разных городов. И так вот у меня большая коллекция собралась. А чем вы улите? Именно змей, крысами и мышками. И все же в центре внимания здесь, конечно, кошки. Они участвуют в так называемых рингах – соревнованиях, на которых эксперты оценивают внешность кошки и ее соответствие стандарту породы. Самые породистые животные получают награды. Уже четвертый год в нашей филинологической федерации проводится интересный проект. Мы выводим новую породу кошек. Это будут маленькие кошки, идеальные для содержания в городской квартире. То есть они короткошерстные, удобные в уходе, не требующие большого внимания, с хорошим поведением и так далее, определенного внешнего вида. Для будущей породы уже придумано название – бонсай – в честь маленьких деревьев, которые можно выращивать дома. Эти кошки – промежуточный этап. У них пока нет всех качеств, которые нужны селекционерам. Выведение новой породы – непростое дело. Оно может занять годы и даже десятилетия. Мы сначала изучаем генетику, потом мы подбираем производителей, которые отвечают определенным требованиям и несут нужные нам гены. Потом мы получаем от них потомство, выбираем от них то, что нам нужно в следующем поколении. И повторяем эту процедуру, повторяем, повторяем, повторяем. По словам Сергея, выведение новой породы – это как минимум интересная научная задача. Вы можете присоединиться к проекту. Кошку можно взять к себе бесплатно на условиях совместного совладения. Узнать больше о проекте «Бансай», а также о будущих выставках, можно в социальных сетях Филинологической Федерации Башкирии. Артем Валитов, Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ.